Данная история о том, как легко издеваться над животными и как страшно за это отвечать. В таком состоянии собака поступила к нам, а теперь вся история полностью. Вот такую девочку привезли вчера. История у нее такая. Жила она в сарае с лошадью из пони. Жила по всему 4 месяца где-то там. Ее выгнали из квартир. Соседи не знали о том, что там живет собака. Знали, что там живет лошадь, кони, что хозяйка приезжает кормить. И такую собаку обнаружили только когда она уже сама сделала подкоп и вылезла из сарая. Попросили в верность привезти, найти ее хозяина, прилечить, потому что так не видно. Иди сюда. Сейчас покажем вам. У нее сплошные кости. Я сейчас сниму. Позвоночник торчит, все торчит. Повсюду кости. У собаки сильное истощение. И то это она еще отъелась за 3 дня, которых соседи ее кормили. Мы взяли эту собаку. Сегодня позвонила девушка, говорит, прислала фотографию этой же собаки, но в здоровом виде. Вначале мы немного даже опешили, так как собаку в соцсетях мы не выставляли. Он видит, говорит, это моя собака, я за ней приеду. Ну, мы как-то сначала обрадовались. Она говорит, я ее 4 месяца назад потеряла. Позвонили девушке, которая привезла ее. Говорим, вот нашелся хозяин, там счастье. А вдруг эта дочка, той женщины, которая заморила ее голодом. Но радость наша оказалась преждевременной. И с этого момента в приюте начался день Шерлока Холмса. Мы стали выяснять, какая же девушка нам пишет о потере собаки 4 месяца назад. И кто же такая дочка, той женщины, которая заперла ее в сарае. В общем, стали выяснять. Полдня мы сегодня выясняли. Девушке, которая потеряла собаку, сказали, не приезжайте, не надо, пока мы все не выясним, не стоит приезжать. Она все равно приехала. И это действительно оказалась дочка, той женщины, которая заморила собаку голодом. Ее никто не отдал ей. И мы, естественно, сказали, что собаку вы обратно не получите. Вы, ну, посмотрите на собаку. Девели ее до такого состояния, что она вся трясется. Вся исхудавшая, боится. И девушка, которая ее сюда, собственно, определила, сказала, у нее сейчас живет, на передержке полгода уже живет собака. Говорит, ее будет намного проще пристроить, я ее пристрою, а это она заберет себе. То есть у собаки... Иди сюда. Смотри поближе, пожалуйста. Вот тут можно наблюдать. Я не знаю, что били, наверное. Вот тут у нее шишка. Шишка синяя. Такая, достаточно, как лопатой, что ли, ударили, не знаю. Либо, может, когда в сарае было капает. Либо что-то, да. Но очень сильная шишка такая, торчит бугор. Повсюду ссадина, повсюду она худая. Ранений прям каких-то видимых нет. Видите состояние собаки, наверное, да? Вся зашубанная и боится. На фотографии, которые прислали до того, как она стала такой, собака сидит довольная, пушистая, все замечательно. И, честно говоря, нам непонятно, зачем люди, доведшие ее до такого состояния, не бойся, приехали сегодня за ней якобы со словами, что они ее потеряли. Но мы тоже не дураки, мы все выяснили. Собака к ним не уедет, собака уедет в новую жизнь, которую ей обеспечит девушка, переживавшая за нее и спасшая ее. К моменту, когда мы уже все выяснили, люди, естественно, уехали из приюта, ну, в краткой и доходчивой форме мы им написали. Но, к сожалению, что? Печально. Печально, что собака доведена просто до состояния, ну, ужасного. Не бойся. Боюсь на человека. И даже смешно. Девушка говорит, ну, я просто имен не буду называть, девушка, которая ее сюда определила, говорит, вы уточните у молодой девушки, которая потеряла ее, как ее зовут. Потому что те, у кого она жила, ее звали Мерседес. Ну, уточнили. Девушка говорит, ее зовут Мерседес. Я говорю, странно, не считаете, что у женщины, которая довела ее, мыла голодом, зовут Мерседес. У людей, которые потеряли, ее тоже зовут Мерседес. Но имя, да, ни Шарик, ни Бобик. Она по телефону сразу замялась, подумала. И ей на ухо, я слышу, шепчет парень, скажи, что на ошейнике было написано Мерседес. Ну, она ей говорит, да, да, там на ошейнике было написано Мерседес. Наверное, поэтому ее люди так и назвали. Ну, люди недалекого ума, я скажу, конечно. Девочке 19 лет, ей еще жить. И дай бог, чтобы у нее либо не было животных, и вот такого не повторилось, либо дай бог ей ума обрести. Собаку будем пока лечить, потому что ей требуется и восстановление. И потом уже она уедет в новую семью, которая вот случайным образом у нее появилась. Если бы она не вылезла из сарая, просто не было бы сил, то, собственно, умерла бы там. Такая вот печальная история. Не бойся, не бойся. И никто тебя здесь не обидит. Не бойся. Вот такая история. Что, зайчик? Наелась, пузо у тебя толстое, да? Ложись, отдыхай. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и ставьте палец вверх. Этим каждый из вас помогает спасать животных. На этом мы прощаемся. Пожелаем удачи вновь названной Берте. Пусть у нее все будет хорошо в дальнейшем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok